Сегодня я хочу вначале рассказать вам такое небольшое отступление о силе, о духовной силе музыки. Я вам обещал найти материал по Скрябину, и я нашел его. Помните, есть вся музыка вообще-то духовна в той или иной мере, но есть музыка, которая определяет определенный вид, сильный такой заряд харизматический. Это может быть и божественная музыка, как музыка Баха, Моцарта. Вы знаете, что известный случай, что музыка Моцарта излечивает эпилепсию. Музыка Моцарта применяется при излечивании аутизма. Это были божьи люди, которые работали. Да, Моцарт был католиком, Бах был протестантом. Он к движению пиетистов принадлежал. Помните, мы говорили о Гердгуте, движении протестантов, муравских братьев. Пиетистов. Но есть музыка, которая несет в себе очень сильный, отрицательный потенциал. Это вы можете записать таких композиторов, как Берлиоз. Берлиоз. Берлиоз, да. Берлиоз, его музыка мистическая. И крайне отрицательный, крайне негативный, несет духовный смысл. Кстати, отец Берлиоза был основателем акупунктуры, то есть иглоукалывания и европейской школы. Иглоукалывания. Я считаю, как сатанинская музыка и конкретно содержащая в себе очень сильный, духовный, отрицательный потенциал. Вагнер. Вагнер был евреем, вы знаете. И сыграл решающую роль в формировании личности Гитлера. Вагнер. Вагнер. Он вообще-то Вагеннер. Вагеннер. И его музыка сыграла в формировании личности Гитлера. И вы помните, это сильная такая тоже мистическая музыка. И во время концерта Вагнера люди буквально сходили с ума, теряли сознание, плакали. То есть происходило то же самое, что в выступлениях тяжелого рока. Ну, в те времена еще до тяжелого рока не доросли. Но это была сильная музыка по его действию. И русский композитор Скрябин, Александр Николаевич Срябин, родился в 1872 году и умер в 1915 году. Родился и умер в Москве, но объездил с концертами полмира. Написал много музыки, которую играет и слушает теперь. Был дважды женат, много болел. И основные его занятия были занятия оккультной практикой, в которой он искал свои мотивы. Свои мотивы. Скрябин, да. Помните, да, в то время была оккультная различная практика, вызывание мертвых, столоверчение. Вот эти все вещи были в моде. Скрябин, Александр Николаевич. Скрябин, Александр Николаевич. И он этим как бы предвосхотил современных музыкантов, которые пользуются различными наркотиками, да, для того, чтобы проникнуть в духовный мир. Он говорил, что должна быть синтетическая симфония вкусов и запахов, прикосновений и взглядов. Музыка становилась бы светом, а танцы – воображаемым звуком. И он пытался создать симфонию, которая положит начало к концу света. Да столько сильная музыка, что она приведет к концу света. Это великолепие должно было исполняться всего один раз. Не в Москве, а в Индии, в специально построенном храме с текущей архитектурой. Этот храм по замыслу Скрябина должен был вместить всех жителей земли, причем не как зрителей, а как полонаправных участников-исполнителей. Но при теперешнем интернете и телевидении эта мечта вполне могла бы сбыться. Вы знаете, что сейчас происходят сильные такие музыкальные выступления на площадях, которые охватывают буквально весь город, с светомузыкой, с лазерами. И это было предугадано Скрябином. Вы хотите вопрос? Значит, он не закончил. Я буду говорить об этом. Вы меня немножко предупреждаете раньше. И начало этой мистерии было бы концом физического мира. Все присутствующие мечтал Скрябин растворятся в художественной экстазе и станут единым гигантским сознанием, освобожденным от плена материи. То есть в этом он считал весь смысл всей человеческой территории и смысл существования самого Скрябина, создателя и организатора последнего свершения, как он называл свою музыку. Свою вот эту поэму в музыке. Композитор считал, что именно он стал наследником затерянных во браке тысячелетий тайных знаний о звуковой магии. Легендарный Орфей и жрецы погибшей цивилизации, как говорил он, умели когда-то силой музыкальных заклинаний повелевать природными стихиями, управлять пространством и временем. Это знание пришло к Скрябину, как он сам говорил, через музыку. Сочиняя, он чувствовал себя богом, создающим новую вселенную. Это мечта, помните, Сатана, да? И вы будете как боги. Может быть, это ощущали и другие композиторы, но только Александр Николаевич смел посмотреть себя со стороны и сознательно проанализировать свой творческий процесс. Скрябин создает новую философскую картину мира. Он под влиянием находился Рерихов, под влиянием Лавацка, под влиянием восточной философии. И когда ему было всего 33 года, он находит собственный композиторский стиль. Вот как это описывали современники. Когда он начинал играть, из него как будто выделялся свет. Его окружал воздух колдовства. Чувствовалось, что не человек это, а лесной дух. Таким увидел Скрябина поэт Бальмант. Это почти уже не музыка, не мелодия, а разговор. Это заклинание звуками. Это все нельзя так просто играть, тут надо колдовать, играя, говорил композитор. Он пояснял, что действует на звук своим астральным телом, тогда как он уже оторвался от рояля и летит в зал. Когда он рассказывал свои мистерии, так же как играл отрывки из нее, как бы гипнотизируя собеседника, таинственно понижал голос. Когда он рисовал картины какого-то вселенского действия, в котором будет участвовать чуть ли не все человечество, я и все, кто его слушал, невольно подчинялись силе его фанатической веры. Его убежденность действовала гипнотически, свидетельствует Бальмант. То есть мы видим, что здесь сильная духовная харизма. И продолжает. Его психологическая убежденность совершала чудо. Как-то гипнотически действовала она на окружающих и покоряла их психику. Я знаю многих из этих вполне неверующих, которые говорили, что когда скончался Скрябин, то поймали из себя на странном чувстве разрушения каких-то надежд. Где-то в глубине души их гнездились зародышей веры в великую мистерию. Сам композитор сказал когда-то, что гений – это гипнотизер. Вузыка по Скрябину – самая сильная, самая действенная магия. Только магия утонченная, изысканная, которая ведет не к таким грубым результатам, как сон или гипноз, а конструирование определенных удаченных состояний психики, которые могут быть самыми разнообразными. Музыкой можно вызвать и гипноз, и транс, и экстаз. Музыка – это звуковое заклинание. Кстати, вы знаете, что во время жизни Сталина у всех людей были постоянно включены приемники. И это не зря. Вот вы знаете, как сейчас люди – наркоманы по музыке, и они уже без этого музыкального давления на психику не могут. Так вот старые люди до сих пор не могут обойтись. Потому что был такой известный невропатолог Бехтерев. И также вот этот среди охраны звуковой создал, помните, инструмент, как он назывался. Да, да, да. Когда приближается и отдаляется рука, да, вот, помните. Этот, как же его звали? Оберем. И еще, кстати, участвовал в этом, как и удивительно, знаменитый наш Дуров. Вы знаете, что Дуров был очень сильным, старший Дуров был очень сильным гипнотизером. Он занимался еще гипнозом с животными и гипнозами с человеком. То есть, и Дуров еще занимался и оккультной практикой. Конкретно. Вот, не знаю, не могу вам точно сказать. Вот, насчет того, был ли Дуров евреем. В Первую мировую войну он занимался использованием в качестве живых торпед тюленей и дельфинов. Но, морских львов, вот этих тюленей. А потом диверсанты немецкие уничтожили всех его животных. А в дальнейшем он занимался уже экспериментами на людях во времена Сталина. И были созданы специальные, тоже как вот у нас 25-й кадр, да? Вот, специальные частоты, которые облучали все население. Поэтому народ вот так любил товарища Сталина. Вы знаете, что Гитлер, он был актером. Он обладал харизмой и действовал как личностью. Сталин, он был больше политиком. Но вот такие вещи, которые они делали, это действительно воздействует... Помните, Беляев описывал «Властелин мира». Кстати, Беляев был близок с кругами НКВД, занимавшимися различными медицинскими экспертами. И вот это пересаживание голов, собаки с двумя головами, голова профессора Доволя, это тоже различные эксперименты, которые проводили в то время. Так что это вполне реально. Насчет использования музыки и звуков как гипноза. Музыкой можно вызвать и гипноз, и транс, и экстаз. Музыка – звуковое заклинание. Пятая соната Скребина открывается странным эпиграфом. «Я к жизни призываю вас скрытые стремления. Вы утонувшие в темных силах, в темных глубинах духа творящего. Вы боязливые зародыши жизни. Вам дерзновение я приношу». Говорящие существа, живущие в Астрале, по мнению Скребина, также испытывают власть музыки, также послушны еще и вачарам, и заклинаниям. Композитор не только выходил на связь со параллельными мирами, но, и, как говорили некоторые друзья, умудрялся там жить. Свои ощущения он передавал не только звуками, но своеобразной и оригинальной мимикой и жестами, которые, в большей части, были очень странны, как-то несколько кошмарны, сонны по своим настроениям и галлюцинаторны. «Во всех этих жестах было общее – масса эротизма. Все они были, по существенно, вариантами ласкательных жестов, словно он все время ласкал какую-то воображальную субстанцию, и она жила под его ласками, изменяя обличье, как протея», – пишет Бальмант. У него, по его мнению, обитало живое существо, не то женщина, не то насекомое. Пятую сонату он видел, как свечащуюся сферу вне времени и пространства. Пьесу «Гирлянды», как какие-то хрустально-кристальные и в то же время радужные образования, которые росли, группировались в тонкие, эфемерные, хрупкие и стеклянные, рвались и бились, чтобы снова расти и возникать. В шестой сонате он любил наигрывать вторую тему и мрачные тревожные набаты, во время которых он сам делал какие-то испуганные лица и даже жестами выражался драгание, как бы в лицезрение кошмарных призраков. «Когда я засыпаю, – говорил композитор, – я ловлю свое сознание на созерцании множества призраков. Среди них есть очень страшные, фантастические, такие, какие я сам бы никогда не мог сочинить». Вы можете видеть, какие кошмары сейчас показывает нам телевидение, да? Как будто люди действительно конкретно побывали. Вот если вы посмотрите вей, то там даже смешные были существа, да? А теперь такие монстры, такие ужасы, что себя представить невозможно. Это действительно надо побывать там. Все это показывается на каком-то темно-рыжем фоне и меняется с изумительной быстротой. Потом я там познакомился с некоторыми из этих существ, они попадают в нее по несколько раз и всякий раз более или менее одинаковые. «Вам не кажется, – спросил он как-то, – что музыка заколдовывает время, может его и вовсе остановить?» Мистерия требовала вспомнить, пережить всю историю человечества, в том числе и ту, которая ныне прочно забыта. Скрабин рассказывает события из жизни первой астральной расы, лемурийцев, атлантов и так далее. Помните, этим и Гитлер решил, и Блаватская, и современные тоже, если вы почитаете, да, в интернете всякие, тоже все вот эти идеи, они продолжают жить. 14 апреля 1912 года Скрабин зашел в особняк профессора Грушкина в Арбате, чтобы снять квартиру на три года. Жить ему оставалось ровно столько же. Знал ли он об этом? Хозяйка предложила заключить бессрочный договор, на что композитор ответил, «Через три года я здесь жить не буду. Я уеду в Индию». Все эти годы он очень спешил, боясь не успеть завершить уже не мистерию, а предварительное действие, ее безопасную модель. То есть то, что проигрывается, это как бы безопасная модель. Но у него была и та музыка, которая должна была прозвучать только один раз, после чего наступил бы конец света. «У меня такое чувство, что я не имею права отдохнуть. Кто-то стоит надо мной и твердит, что ты должен работать. Иначе я не успею. Так много, так страшно надо сделать, а время идет». Он торопился к вечности, и это казалось странным. Он панически боялся инфекции, и даже письма брал только в перчатках. И знал ли он, что в действительности погибнет от заражения крови от инфекции? Он порезался, когда брился, и в результате получил заражение крови. Он хотел быть новым мессией, освобождающим дух от власти материи. Родился Скрябин в канун Рождества, 6 января, а умер на второй день Пасхи. Его прелюдии сочинения, 74, 2, 4 имеет несомненное сходство с услышанными им гармониями смерти. Прелюдия номер 2 сам Скрябин назвал астральной пустыней, и говорил, что в ней такое впечатление, точно она вечно звучит миллионы лет. Четвертая изображала экстаз в мире белых лучей, то есть саму смерть. Композитор рискнул исполнить ее публично единственный раз в жизни на своем последнем концерте в Петрограде, 2 апреля 1915 года. У многих слушателей возникло тогда жутковатое ощущение присутствия подкрадывающейся к Скрябину смерти. Умер в возрасте 43 лет от заражения крови. В 2015 году. Вот такая личность. Видите, музыка – это страшная вещь, да? Музыка может совершить много хорошего, много добра, да? Может поднять дух человека, а может опустить его с самой страшной глубины. Хорошо. Теперь продолжим о еврейской музыке. Мы говорили о еврейских танцах. Следующий танец, о котором мы говорили, мы говорить будем, называется танец Митсва. Почему он называется Митсва? Согласно одной из заповедей Устной Торы, положено танцевать перед невестой на свадьбе. Но чтобы не прикасаться друг к другу, использовали платок или поясок от платья невесты. Также этот танец называли кошерным. Он обозначал, что невеста была ритуально очищена перед свадьбой. Есть несколько вариантов. Иногда танцуют с невестой и женихом, иногда только с невестой. Очень важно, чтобы невеста не поднимала глаз, то есть не встречалась взглядом с мужчиной, с которым она танцует. Также этот танец мог танцевать равен со своими учениками. Иногда люди, танцующие с невестой, меняются, чтобы остальные не скучали, и не было повода спорить, кому танцевать с ней. Иногда могут танцевать все вместе. Тогда этот танец нуждается в хореографической обработке. Во время танца пары становятся в круг. Мужчины стоят в центру круга спиной, а женщины лицом к мужчинам. Платок держит правые руки на уровне лица, так женщины и мужчины двигаются одинаково. Музыкальный размер 4 четверти или 2 четверти. Музыка играется в быстром темпе, и в каждом такте присутствуют две сильные доли. Танец мазал то. Можно ли рассматривать этот танец как заповедь для жениха? Ну, этот танец, видите, считается устной заповедью. Танцевать с невестой. Я еще раз говорю, в Торе мы не найдем такой заповеди, правда? Но это традиция, еврейская традиция. Танец мазал то. Что такое мазал то? Счастья вам, да? Да. Мазал то. Этот танец танцевали только женщины. Невеста могла выбрать, с какой из них она будет танцевать. Медленная хора имеет более плавные движения, чем обычная хора. Люди стоят круг в одну линию, берутся за руки. Шаги вправо больше, чем шаги влево. По направлению к центру движения нет. С каждым шагом руки постепенно руки поднимаются вверх. При этом движение ног происходит то вправо, то влево. А корпус всегда поворачивается в противоположную сторону. Опять-таки, у меня нет записей, я не могу вам проиграть и показать. Булгар. Булгар, естественно, из своего названия мы видим, что он произошел на Балканах. В Румынии он называется Сарба. И в других странах имеет другие названия. Сарба, Сырба, да? Еще в настоящее время есть современные американские и еврейские обработки. И пришел он в Америку из Европы вместе с иммигрантами. И они приняли этот танец от молдавских евреев. Мне очень нравятся Сырба и молдавские мелодии в обработке Владимира Косма. Мы завтра их прослушаем. Владимир Косма – это музыкант и композитор. Он румынского происхождения, но живет во Франции. И написал очень много приключений Арабии Якова, музыку, «Высокий блондин», «Возвращение высокого блондина», «Бонзай». Вот я вам давал, да, это очень... Это музыка их фильмов. Владимир Косма. Владимир Косма, можете посмотреть его фотографии на перерыве. Здесь есть его фотографии. Можем даже на перерыве немножко послушать. Ну, вы знаете все эти мелодии, наверное. Высокого блондина знаете? Это как раз там идут молдавские мелодии. И там и Сырба есть. Хорошо. Как танцует булгар? Танцующие встают плечом, плечу в круг. Музыку играют в различном темпе, от медленного до быстрого. Правая нога отставляется, левой делается перехлест, затем наоборот. Левой ногой делается шаг в сторону, а правой – перехлест. Можно выбрать ведущего, и он будет определять направление движения. Варьирует размер шагов, сочетая шаги с небольшими прыжками. Шток. Шток – следующий танец. Шток – это скорее игра, чем танец. Ведущий ходит по комнате с палкой в руках, а все остальные по кругу. Палка, шток и есть название танца. Когда ведущий роняет палку на пол, нужно успеть сесть на стул. Если кому-то не хватает места, а делается так, что стульев меньше, то следующий будет ведущим танцы. Вот такая еврейская дискотека. Немножко прочитаю о традиции еврейской свадьбы. О традиции еврейской бессарабской свадьбы. Свадьба в деревне была событием. Друзья изблизи и далеко собирались вместе. Без маршалка или бадхена не справлялась ни одна свадьба. Маршалок потел целый день, составляя рифмы для каждого гостя. И главным образом для свату. Большую часть занимало воспевание невесты, ведь каждая невеста перед хупой должна быть воспетана. Помните, была школа Шамая и школа Гелеля. И школа Шамая говорила, что нужно говорить правду, если невеста некрасивая. А школа Гелеля говорит, что в таком случае нужно лгать. Потому что невеста, она должна всегда быть радостной. И для своего жениха она всегда самая красивая. Бадханы пользовали ритмы известного маршалка Гирш Лейба Готлиба, которого знал почти весь еврейский мир. Собравшись, помогали бадхену. Вот такие примерно куплеты. Кале Лебн. Кале это что? Кала, да? Невеста. Лебн. Любимая, да? Дорогая. Дорогая. Дорогая невеста, да? Сегодня у тебя день, как Йом-Кипур и Рожа-Шада. Поэтому ты должна плакать и просить Бога Благословенному с должным усердием, чтобы он, то есть будущий муж, не должен остаться старым, а ты без него молодой вдовой. Пусть Всевышний Благословенному подарит тебе большой подарок. Всевышний правит целым миром. Он каждым особо от Али в до Тов руководит. Отец и мать со своими друзьями больше не в состоянии тебе дать приданное украшение и красивое белье. Но кусочек счастья и удачи только в Божьей руке. Халя и Лебн. Сойди со своего стула и с каждым истинно помирись. Сперва подойди к твоей любимой дорогой матери, которая тебя воспитывала так тяжело и горько, и со всеми друзьями особенно, даже с маленькими детьми. При этом робко стесняясь, бледная заплаканная невеста сходит со стула, падает на мамину грудь. Обе хорошо выплакавшись, и невеста помирившись со своей матерью, от нее переходит к остальным родственникам, и все желают ей счастья и удачи. Если невеста была сиротой, у Батхена была специальная заготовка, когда он с болью пел перед соправшимся, а все гости плакали вместе с ним. Вот такая свадьба. Итак, первый этап. Первый этап свадьбы, можете, да, написать. Значит, свадь, то есть шадхен, приходит в дом невесты и предлагает жениха. Если невеста и ее родители выразили согласие, то наступает второй этап. Первый этап, значит, сватовство, или шадхен, да? Шадхен, свадь, свадь. Шадхен. Шадхен. Следующий, второй этап, аворт. Аворд, это издельское слово, означает сговор. Аворд. А, определенный артикль, да, ворд, это сговор. А слово ворд, того же корня, да? Только это немецкое. Родители, жениха и невесты твердо дают друг другу слово, что свадьба состоится. Назначается день свадьбы и обговаривает условия ее проведения. Материальные затраты с обеих сторон, оплата аренды зала и так далее. Транспортные расходы, свадебные угощения, работа музыкантов, а также где будут жить молодожены. И это сопровождается клейзмерской музыкой и угощением. Исполняясь песни А. Хосене, свадьба, А. Машке, рюмка вина, Машке Дринкин, помните? И танец Мазалтов. Третий этап. Перед свадьбой устраивает девичник в доме невесты и мальчишник в доме жениха. Американцы этот обычай ушел уже не только среди евреев. И принимают часто не очень хорошие традиции, правда? Итак, третий этап. Девичник в доме невесты и мальчишник в доме жениха. Четвертый день. Значит, день свадьбы. Четвертый этап. В день свадьбы музыканты, обычно скрипачий бадхен, приходят в дом невесты к моменту одевания и покрывания невесты фатой. При этом обряде присутствует мать невесты и подружке звучит грустная музыка. Агасн-нигн. А остальные музыканты Клезмир приезжают в дом жениха. Вместе с ним его родители отправляются к невесте. То есть, жених с друзьями идет к невесте. Помните, это то, что говорилось о девах. Ну, четвертый этап подготовка, можно сказать, невесты, подготовка жениха, да? Пятый этап. Это, собственно, венчание. Обряд венчания происходит в синагоге или помещении, где будет свадьба. Друзья жениха держат хупу под звуки музыки марш цудер хупе. Марш цудер хупе. То есть, свадебные марши, в особенности Мендельсон, известный композитор, да? Сочинил такой марш, что даже не евреи все под него венчаются. А есть еще вот этот марш цудер хупе, я говорю, это прощание, прощание славянки, да? Прощание славянки и жених с еврейкой. Значит, марш, марш цудер хупе. Цудер хупе. Да, марш цудер хупе, в общем, да. Невесту, под звуки музыки марш цудер хупе, невесту обводят семь раз вокруг жениха. Потом он становится справа от него под хупу. Помните, выпивает стакан вина, да? Равин благословляет молодых, жених надевает невесте обручальное кольцо на палец правой руки. Причем на средний палец, если по еврейской традиции. Поздравляет молодых родителей, затем составляет брачное свидетельство к тубу, да? Вот, к тубу. Звучит танцевальная музыка фрейликс, шер, скотчин, под которую все присутствующие танцуют, да? После разбивания бокала некоторое время уединяются жених и невеста, да? Для того, чтобы после этого момента они уже полностью считаются мужем и женой, и для того, чтобы разойтись, им уже нужен специальный развод. Вот, в это время происходит шестой этап. Собственно, свадебное торжество. На стенах висят гирлянды, фотографии детских лет жениха и невесты, юмористические пожелания в их адрес. Приезжают молодожены с родителями, музыканты их встречают торжественным маршем, молодожены становятся в центре зала, а родители по обе стороны. Начинают сходиться гости. При встрече гостей на свадьбе Клезмеры играют пьесы «Добрый день», «Мазалтов», «Торжественные марши», а Батхен поет песню «Ди Махетонем Гейн». Родственники и гости подходят к молодоженам, поздравляют, их вручают цветы, подарки и так далее. Раньше дарили постельное белье, кастрюлю, утюги, а сейчас в основном дарят деньги. Когда все гости собрались, Батхен раздает им цветы и строит две шеренги, образующие коридор из живых цветов. Звучит свадебный марш, под который молодожены подходят своим креслом. Гости под музыку усаживаются на свои места, Батхен произносит «Здравица молодоженам» и поет песню «Лейких мим брон», что означает «Бисквит с водкой». Пока гости сидят за столом, Батхен обходит их, начинаются родители, жениха и невесты, и отрис каждого звучат определенные стихи и поздравления, которые называются их имя и фамилия. И для каждого звучит отдельно заказанная через Батхена музыка и песня. Например, «Мазл Тов», «Амашка», «Рюбка вина». Или для Портова, допустим, «Бын их мир, а Шнайдер, веселый портняшка». Для сапожника «А Шустер», «Шустер» означает «сапожник». Для пожилых гостей юмористическая песня «Овдер алтер», то есть «На старость». Когда гости хорошо закусели, команда танцует все. И начинаются танцы. Причем здесь нет определенной национальной замкнутости. Используются еврейские танцы, шерф, релик, скотч, танцуют вальсы, танго, гапак, жок, хору. В общем, различные. Различные. Вот. Потом первым начинают танцевать жених и невеста. Обычно танцуют рейдл, вальс, ой, шлоймеле, или танго, а и дешмеделе. Затем невеста танцует со своим отцом, отцом жениха, а потом со снями общий танец. Например, хору. Жених танцует со своей матерью, матери неместной, под песню Махетейнеста. Уставший от танца в гости, снова приглашает к столу, звучит традиционная песня Гефелте Фиш. И к столу несут что? Гаршированную рыбу. А жениху что дают? Да, хвостик, шутка, голову дают, да, чтобы он был головой, а не хвостом, да. Во время спадьбы исполняются песни лехаем, лемир, а ле инойным, а хасена, тумбалалайка, известно, вины мертем, а бисе лемазл, визенен майны, что зибн, и так далее. Может быть, я ошибаюсь в названии, потому что я плохо знаю. Идыш, я Идыш учил только один месяц, когда мне было 12 лет, а потом на школе запретили учить Идыш. Я так и не доучился. Почему? А потому что это был 64-й год, Хрючевы ушли, и все. И началось управление Брежнева. Знаете, Хрючевская была оттепель, да? Седьмой этап. Это обряд снятия фаты, который сопровождается грустной мелодией дойной, а гас нигнул базэцин ликалы. Музыканты воздействуют на сущность своей игрой, чтобы вызвать у них слезы. Но вы сами знаете, что если невеста побритая, ну это сейчас, конечно, цимизда, а потом на невесту надевают, снимают фату и надевают парик. И с этого момента она уже замучная женщина и должна ходить только в парике. Но сейчас вы видите такие бритые женщины, это уже модно, да? А апостол Павел, как говорит, помните, коротко срежется или пусть бреется, если не хочет, да, носить хлоток. Отсюда мы видим, что этот обычай пострижения невесты, да, он существовал уже во времена апостола Павла. По крайней мере, мы можем предположить себе. итак, седьмой этап, это обряд снятия фаты. Затем кресло невесты выносят в центр зала, усаживают на него молодую, подружки снимают с него фату и передают младшей сестре или незамужней подруге. И восьмой этап завершающий. Жениха и невесту садят на стуле и катают по всему залу. Да, поэтому поют «Зайд Гезунд», «Будьте здоровы» или «Их фур фун», «Ай авых», «Я уезжаю от вас». Ну, это вы можете слышать, да, бывайте здоровы, живите богато, а мы ехаем до дома, до хата, да. Вот такие интересные традиции. Если у меня есть также блюдо на еврейской свадьбе, кстати, обязательно жениху перед брачной ночью дают еврейское блюдо, называется «Гоголь-моголь» для повышения потенции. Да, яичные желтки разотрите до светло-желтого цвета, добавляйте сахар по одной ложке, продолжая растирать. Когда желтки с сахаром превращаться в однородную светлую массу, добавьте размягченное, но не разогретое масло и снова разотрите массу. В последнюю очередь можно добавить, если хотите, какао, и подают с горячим молоком. Вот это, вот это такая вот еврейская свадьба в Бессарабии, в наших регионах хашкенатских, да? Хорошо, теперь мы уже будем говорить о девятнадцатом и двадцатом веке. В девятнадцатом веке уже появились профессиональные музыканты, как мы говорили, Гаскала, и многие еврейские музыканты, они стали заниматься не чистой еврейской музыкой, да, а музыкой тех народов и обогатили те народы, как музыканты всех вот этих, да, немецкие музыканты и так далее. Были и музыканты-собиратели, собиратели наследия. Такие были, как Михель Гордон, с 1823 по 1890 год жил, Аврам Гольдфаден или Гольденфаден, Ицхок Йоэль Линецкий, Линецкий с 1839 по 1915, Йосиф Бравшовер с 1873 по 1915 и Мордехай Спектр 1858 1925. Ну, вы знаете, да, Спектр, бухгалтер, это не профессии, да, да, Мордехай Спектр, знаете, когда там погром выскакивает из шахматного клуба председатель и кричит «Не бейте гроссмейстера!» Это не фамилия, это профессор. Это уже музыканты, попрошайте вы? Это уже музыканты, которые собирали фольклеры, они были профессиональными музыкантами, да, вот. Аврам Гольдфаден, он назывался отцом еврейского театра, родился в 1840 году в Старо-Константинове Волынской губернии. Дебютил его как исполнитель еврейских песен, текстов и музыку, которую сочинял сам. Первая книга его стихов вышла в Житомире в 1866 году под названием «Дос Идаль» еврей и многократно переиздавалась. В 1876 году он переехал в Румынию в Яссы и создал там еврейский театр, в котором сам ставил им же сочиненные пьесы. То есть, это уже был профессиональный театр. Позднее он объездил Россию, Францию, Америку. В 1903 году после всех этих погромов, кишиневских погромов, он окончательно поселился в Америке и до конца своих дней сочинял пьесы и ставил их театры. Сио Гольдфаден написал свыше 60 пьес, которые с большим успехом ставились в еврейский театр. Умер в Нью-Йорке в 1908 году. Линецкий Ицхок Юэль родился в 1839 году в Виннице в доме фанатиков хасидов. С юношеских лет примкнул в движение просветителей Гаскала и стал активным противником хасидизма. Его сборник статистических народных песен Дербейзер Маршалек Злой Скоборох вышел в Одессе в 1869 году. Затем многократно переиздавался тоже в Варшаве и в Одессе. Его автобиографическая повесть «Польский мальчик» выдержала более 80 изданий. Умер в Одессе в 1915 году. Одни такие вот бадханим скоборохи были Ильяком Цунзер 1840 по 1913 года и Вельвл Сбаражер Эрик Ранс 1926 по 1683 Эберл Бродер Ильяком Цунзер родился в 1840 году в Вильне и умер в 1913 году в Нью-Йорке. Видите, у них у всех общая судьба. Почему? Вы помните, масса евреев уехала в Америку. И вы знаете, Россия потеряла столько талантов и может быть история России пошла совершенно по другому пути. Потому что кто оставались? Оставались те, кто не хотел ехать в Америку. То есть вот эти коммунисты, социалисты. Да? А те, которые могли бы противостоять им, тех не было. Помните, что нельзя говорить о евреях, что евреи вот такие и такие и такие. евреи есть хорошие и евреи есть плохие. Если они хорошие, они очень хорошие. А если плохие, так уже хуже их никого не бывает. Это естественно. Почему? Потому что евреи не укладываются в эту серединку стандарта. Да? Они всегда выступают. В евреи самая активная часть любого населения. Да? Если 99 человек молчат, а один еврей выступает. И все говорят, вот это евреи виноватых. Да? Вы знаете. Естественно, были евреи с одной и с другой стороны. И так получилось, что как раз евреи-коммунисты, социалисты остались. И это привело на нашу голову до революции. Итак, Илья Кум Цунзер написал книгу Ширим Хадашим «Новые песни», а также его книга «Десять еврейских народных песен». она много раз переиздавалась в России и Америке. Цунзер был профессиональным таким вот ботхеном, как говорят, шутом, и в корчмах и постоялых дворах, селах и местечках Волынской губернии пел свои песни. Еще таким ботхеном был Берл Бродер под фамилией Марголиус еще известный. Маргулиус это тоже еврейская фамилия, чтобы вы знали. В 1815 жил по 1868 год. Он сочинял музыку и слова к своим песням. Разъезжал в группе так называемых бродских певцов по городам местечка Украины, Галиции и Румынии. Велус Баржер Велус Баржер он же Вениамин Вольф Эрин Кранц родился в Бараже в Галиции в 1626 году. Выехал в Румынию в 1845 году. Перепробовал много профессий а затем принялся сочинять сатирические песни и музыку к ним и стал любимым народным пенцом. Умер в Константинополе в 1883 году. Вот такая судьба. Одни начинали в России и заканчивали в других местах. Энгель Юлий Дмитриевич родился в Бердянске в 1968 году. Умер в Тель-Авиве в 1927 году. Тоже написал много еврейских народных песен, которые переложил на музыку и обрабатывал сам. по инициативе Энгеля с 1901 года в Москве, Петербурге и в других городах были организованы концерты, в которых исполнялись еврейские народные песни. У него были сборники еврейских народных песен, музыкальный календарь, сборники еврейских народных песен и так далее. Много-много вот здесь у меня перечисления, я все перечислять вам не буду. Энгель много работал также еврейской детской колонии в Малаховке под Москвой, где руководил музыкальным и хоровым кружками и сочинил для них целую серию песен. Вспоминаются вещи и слова, сказанные великим учителем, создавшим генеальную еврейскую мелодию римским Корсаком. Как странно, что ученики мои, евреи, так мало занимаются своим музыкальным искусством. Еврейская музыка ждет еще своих великих мастеров. Римский Корсак, у меня нет сведений, что он еврей, но он любил еврейскую музыку и тоже занимался ее популяризацией. Хорошо.